Друзья, привет всем! Я рад вас видеть на своем канале. Сегодня долгожданная рубрика «Личный опыт». Поехали! Ну а главной особенностью данной рубрики будет ее информативность и краткость. Сегодня мы поговорим о том, как я искал работу в Чехии. Для того, чтобы вы имели право претендовать на какую-то из вакансий, она должна провисеть в реестре не менее месяца. И как я вам и обещал, не будем тянуть резину и сразу переходим на сайт реестра вакансий Чехии. Поехали! Итак, мы переходим к реестру вакансий трудовых карт. Ссылочку я вам оставлю в описании. Здесь вы можете поменять язык, какой вам удобно. В данном случае мы перевели ее на русский. Не совсем все четко переведено, тем не менее. Смотрим перечень отраслей. Соответствующий фильтр. Обязательно нужно выбрать регион. Я вам советую выбрать все районы. Жмем поиск. Сейчас мы увидим абсолютно все вакансии, которые внесены в данный реестр. Так как их слишком много, немножко придется подождать. Сразу хотелось бы сконцентрировать ваше внимание. Мы рассматриваем только официальное трудоустройство в Чехии. Только официальный вариант получения трудовой карты, которая дается на 2 года. Итак, поиск прошел. Как видите, 26681 вакансия. Здесь список. Например, менеджер. Можете перевести. Переводит оно это как руководитель служб информационно-коммуникационных технологий. Количество страниц данных всяких там вакансий. Зарплата. Ну, понятное дело, 120 тысяч зарплата у менеджера. Так, мы введем в фильтре, например, если у нас нет образования. Вот. Также укажем все регионы. Отрасли мы оставим все. Посмотрим, сколько нам выдаст. 893 вакансии нам выдало. Смотрим первую вакансию. Помощник повара. Видим, что без образования. Видим, что зарплата от 16 тысяч. Работодатель желает трудоустроить иностранца. Прилагаемые выгоды. Питание на предприятии. То есть, можно будет кушать там бесплатно. Далее. Примечания. В примечании на Чешском вы можете воспользоваться. Внизу ссылочка, переводчик Google, который вам переведет. Ну, не совсем все четко. Вот, допустим, Игнет он не перевел. Это означает прямо сейчас. То есть, возможно, работать прямо сейчас. Описание работы, требования. Ну, и что, соответственно, они предлагают. Контакты. Вот. Переходим обратно на сайт. Соответственно, самое главное для нас конвертик. Жмем на конвертик. Вот. Указываем свое имя. Я ввожу. Как меня зовут? Алексей. Ваш, конечно же, обратный адрес. Это мой старый адрес. Поменяем на новый. Вот. Телефон я писать не буду. Если хотите, пишите телефон. Здесь есть уже стандартная фраза, куда я, конечно, бы вам советовал добавить чего-то своего. А если у вас еще есть резюме, то было бы неплохо. И одеслать, отправить. Мы же прерываем. В принципе, по сайту, я думаю, все понятно. Помимо вакансий, есть часто задаваемые вопросы. Например, предоставит ли мне работодатель жилье. Что нам покажет? Жильем вы обеспечиваете сами себя. Так что не ждите. Есть, конечно, определенные критерии. Бывает, что работодатель за вас заплатит. Может заплатить первые 6 месяцев. Это вы уже решаете непосредственно с работодателем. Ну и где можно найти, соответственно, в центральном реестре, который я вам сейчас и показал. Вот, все. Именно здесь, только здесь вы ищете вакансию. Если вы здесь ее находите, соответственно, вы имеете право претендовать на данную вакансию. Итак, теперь коротко пройдемся по этапам. Первое. Находим вакансию в реестре труда. Второе. Пишем на email потенциальному работодателю. Третье. Ждем его, соответственно, ответ. Конечно, мы не пишем одному, мы пишем всем. Бомбите свои сообщения каждому работодателю. Не поленитесь написать резюме. Туда добавьте в конвертик, в сообщение, ваше резюме. Пусть оно будет на английском, пусть оно будет на русском. От этого будет зависеть ваше будущее. Следующее. Так как данная вакансия уже есть в реестре, значит, вы уже можете не переживать. Значит, соответственно, она там провисит более месяца. Значит, 100% вы можете претендовать на данную должность. Конечно, дальше уже идет непосредственно ваш контакт с работодателем, обратная связь. И вы уже с ним решаете о трудовом договоре, о том, каким образом он отправит вам документы, где вы живете. И каким образом он подаст вас, чтобы уже вызвало консульство на подачу документов и рассмотрение вашего дела о трудоустройстве, выдаче трудовой карты. Ну и, соответственно, получение ВНЖ в Чехии. Действуйте. Действуйте. Потому как жизнь одна, ребята. И кому как не вам ее писать дальше. Так что поехали. Вам всем удачи. Если эта информация была для вас полезна, обязательно подписывайтесь на канал. Можете посмотреть Ештет. Можете посмотреть город, где я живу, Млада Болеслав с дрона. Ну а я пишу вам следующий влог. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok